Вы смотрите программу Вестник. Председатель неправительственной организации беженцев из Азербайджана Сарасар Сарьян вернулся с международной конференции по беженцам. Интервью Вестника. Саро, какой была тематика конференции? Организаторы, кто состав участников? 5 февраля в Брюсселе в Европарламенте прошла конференция, посвященная беженцам. Тема конференции это забытые беженцы и события января 1990 года в городе Баку. Организаторами этой конференции являются армянский офис Айдата, ассоциация справедливости и демократии в Европарламенте и армянская миссия, представленная в Европарламенте, возглавляемая Татулом Маркарианом. На конференции присутствовали также беженцы, в частности в лице Анны Асва Цаториан-Туркот. Также участвовал и имел свое выступление Давид Бабаев, который, будучи бакинцем, в детстве еще они были вынуждены убежать из Баку. И семья поселилась в Бельгии, где он является в данный момент учителем. Занимается переводческой деятельностью в самом Европарламенте. И он выступил со своей речью, воспоминания детства. Он свои все изложил и сделал анализ вот тех событий, которые произошли еще в 1905-1906 годах и в 18-м периоде образования этого новосозданного Азербайджана. И сравнил он это именно с 1990-м годом и вообще с этими периодами этнических счасток по всему Азербайджану. Кто выступал на конференции, выступали ли вы и какие приняты решения, либо призывы, заявления? Участвовала баронесса леди Киролайн Кокс, которая открытым текстом заявила, что те события, которые произошли в Азербайджане в конце 80-х, начало 90-х и в частности в Баку, она сравнила это только с геноцидом. Она призвала осудить Азербайджан именно за свою геноцидальность. Это позиция леди Киролайн Кокс. Она при этом подчеркнула свою особую привязанность к Арцаху, что она 85 раз уже посетила Карабах. И сравнила вот такие моменты фашистской Германии, истребление поляков со стороны нацистов и истребление армян в Азербайджане. Она сравнила одно и то же. Леди Киролайн Кокс также парировала азербайджанским студентам, которые там свои реплики вставляли. И говорила о том, что она сама лично знает честных азербайджанцев, которые осуждают режим в Азербайджане. То есть участники азербайджанцы тоже были? Да, участники, они не были предусмотрены, как я понял, но они вошли в зал, и больше, чем трое выступающих. Потом разговор шел о том, что там даже официальные лица присутствовали. Но трое студентов бельгийских вузов, жители Баку, две девушки, выступили, хотели сделать выступление, но их остановили и попросили именно задать вопрос. Они вели себя, конечно, в плане как ангажированность чувствовалась в этих вопросах, когда они говорили о событиях Ходжалы. Вы имели выступление? Да, я тоже выступил. В двух словах я сказал об истории переселения нашей семьи, которая точно совпала с тысячами переселенцев, беженцев из Азербайджана в тот период. Я, конечно же, осудил действия азербайджанских властей по отношению к армянам, назвав это тоже геноцидом. И я поднял вопрос о том, что на сегодняшний день армянские беженцы, проживающие в частности в Арцахе, не имеют статуса беженцев. И посчитал, что здесь немножко политета нет, потому что азербайджанцы имеют свой международный статус, а армянские беженцы не могут воспользоваться этим. И поэтому такое обращение в Верховный комиссариат ООН по беженцам такое у меня было. И еще я обратил внимание на то, что, да, я сказал и как бы предчувствовал, что, наверное, в зале будут азербайджанские. Я сказал, что наши азербайджанские беженцы также пострадали, но пострадали от своего правительства. Какие решения, заявления, призывы были озвучены, приняты? В своей вступительной речи депутат Европарламента Костас Мавридис прежде всего также осудил геноцидальные действия азербайджана, азербайджанских властей в этот период, заявив при том, что он на своей, как говорится, шкуре это все почувствовал, потому что в 1974 году его семья, и в том числе он подчеркнул армянские семьи, которые проживали на северном Кипре, были вынуждены покинуть свою страну, и он призвал к справедливости, справедливому решению этой проблемы. В частности, он заявил о том, что ненаказанность, в частности, Азербайджана, может привести к новым преступлениям, и он сказал, Сафаровский, вот этот момент, Апрельская война, и другой, так же он парировал, так же выступающим вот этим азербайджанским студентам в конце, в том плане, что армянский вопрос должен решиться справедливый, потому что он справедливый вопрос, армяне борются за свою независимость. Подчеркивая значение подобных конференций, нужно отметить, что это первый раз на таком уровне появилась возможность беженцам из Баку, в частности, беженцам, которые проживают в Арсанской республике, выступить и поднять вопрос несправедливого отношения к беженцам, которые более 30 лет не имеют статус, живут в социально тяжелом положении. Это очень важно, когда уже такие институты, как Европарламент, поднимают этот вопрос. Это, может быть, будет какой-то шаг к тому, что Верховный комиссариат ООН по беженцам более внимания больше обратит непосредственно к беженцам, проживающим в Арсанской республике.